Доброе утро, друзья! Сейчас 9 часов, и я вышла на общественный балкон, выносила мусор. И как же здесь хорошо! Такой сквознячок! Конечно, когда в квартире есть сквозняк, то, наверное, гораздо лучше. Я открыла двери сейчас, чтобы немножко протянула, и там вот где-то уже вовсю идет дождь, и скоро пойдет дождь и у нас. Уже мелкие капельки капают. Вот. Ну, мое утро, как всегда, началось с уборки в квартире. Я заложила на стирку белое белье, сняла постель, потому что каждую ночь просто кошмар, как в сауне. Вот. Ну, вроде как, 29 нам сегодня обещают. Будет тоже сауна, но вот сейчас прям, что называется, такая замечательная погодка. Так бы и стояла здесь. Там молния, он сверкает, гром гремит. Вот. Так что, ждем-с! Ну что, дождь пошел, идет стеной прям в отче. Аж как туман! Закрывать не хочется, но придется. Окно. Ой, дорогие друзья, наконец-то какая-то хоть прохлада, знаете, парка, но сквознячок дует в окошечко. И прямо, ну, такое наслаждение. Конечно, в течение дня температура подымется, я думаю. Но, все равно, это гораздо лучше, чем... Камера пыток была больше недели. Значит, что я здесь вам показываю. Это моя горемышная туника жасмин, которая пролежала у меня уже, наверное, лет шесть. И я ее все никак, ни разу и не одела. То я ее не могла довязать из-за того, что у меня не хватило пряжи. Затем я докупила пряжу. И, более того, мне прислала Ирочка с Геленджика пряжу, такую, которая вот подходит под цвет. Но, как-то все не доходили руки. По какой причине? По той, что я изначально отдала много петель на рукава. То есть, я хотела, чтобы у меня рукава были как крылышки. Но, как оказалось, что все хорошо. Но, не так я выражаюсь. Хорошо-то хорошо, но получается, что Факир был пьян, и фокус не удался. Назовем так. То есть, мне, когда я стала одевать, все это дело опустилось из-за ростка, из-за того, что широкий рукав, и нижнее белье стало видно. И у меня долгое время лежала эта туника. Я пыталась там довязать вот это место. Но это некрасиво. Мне не понравилось, как это выглядело. И в конечном итоге, долго я решалась, чтобы распустить это все дело и перевязать. Я хочу, чтобы у меня была такая туничка. Потому что это, скажем, на сегодняшний день самая такая востребованная туничка, самый востребованный мастер-класс на моем канале. И он мне немало принес дохода. И более того, я выставила на Дзене такой же мастер-класс. И его тоже смотрят. Не знаю, вяжут или нет. Но просмотры приличные. Поэтому я... Чем я занимаюсь? Я уже не знаю, сколько времени назад в вот таком пакете она у меня находилась. Я как-то и показывала уже. Я этот пакетик положила на видное место и все еще обдумывала, связать мне там, где рукава, или распустить. Но так как у меня немножко поменялся мой взгляд на вещи, которые я сейчас ношу, да, я хочу, чтобы она была не такая широкая. Я еще раз померила. Она очень широкая. И знаете, вот в обхвате я даже могу померить, сколько у меня здесь она по ширине получилась. Так. Так, метр пять. Представляете? Два десять в ширину. Ну, я считаю, что это слишком широкая. Это же не юбка, да? Вот видите, какая она широкая. И тем более, что летнее изделие, она довольно-таки такая плотненькая. Дырявчатая, но в то же время плотненькая. Я вязала крючком 1,25. И вот, как бы я сейчас, видите, чем занимаюсь. Так как вязать не могу, но эти моточки мотать, это для меня отдельная песня. Очень я люблю распускать, поэтому я сейчас распущу. Это мое изделие. Распущу, скорее всего, что вот до второй, до второго яруса, а может даже до первого, не знаю. В общем, посмотрю, я сделаю расчет и посмотрю, до какого места мне распустить. Ну, и в общем, несмотря на то, что сейчас вот такая жара, да, когда будет маленькое изделие, я смогу что-то там провязать и самое главное, мне посадить на себя вот в этом месте. чтобы у меня все хорошо село вот тут. Как только я выведу, что у меня все здесь прекрасно, замечательно, дальше уже у меня все пойдет как по маслу. конечно же, я не знаю, когда я буду это все дело вязать. У меня время от времени возникает желание повязать крючком, но я уже вам говорила, объясняла, почему не вяжу. У меня, знаете, возникает и желание повязать вот эту серую мою туничку, которую я в этом году начала. но я пыталась, я уже рассказывала в каком-то из видео, что одевая свои очки, потому что я, ну, зрение у меня немножко упало, и скорее всего, что из-за того, что в комнате у меня темно. А почему в комнате темно? Стараюсь меньше включать приборов, те, которые дают тепло. Вот. А у меня шикарнейшая люстра, но от нее идет такое тепло, вы не представляете. И поэтому я ее не использую. Можно было бы, конечно бы, у меня светильников достаточно, но отовсюду идет тепло. Поэтому я стараюсь не вязать что-то мелкое, дабы вообще не усугубить свое зрение. Вот. И когда станет чуток прохладнее, возможно, какая-то из туник будет готова. Я имею в виду там, серую я на себя посадила, и мне, собственно, там вязать не особо и много, потому что уже, наверное, две трети я связала. Вот. Я почему перестала и мотивы вязать по той же самой причине, потому что я, когда сидела на кухне, я начинала их вязать тогда, когда не было такой сильной жары. А потом, когда уже началась жара, я попыталась включить светильник, который у меня там на кухне есть. От него такая жара, просто я не знаю. В общем, я решила не мучать себя и просто подождать. Хоть у меня руки и чешутся, как вы видите, то на то, то на это. Я из крайности в крайность бросаюсь. Но надеюсь, что все-таки в ближайшее время станет жить веселее. Поэтому я делаю подготовку себе. Так вот. А здесь я поставила шейки куриные. И они, скорее всего, не куриные, а цыплячьи. Это все мои запасы. Я не помню, когда я их покупала. Но вот что-то мне как-то захотелось. Холодца. И я очень обожаю холодец из шеек. И сейчас вот они у меня закипят. Я солью эту воду. Налью новую воду чистую. И поставлю. И они у меня будут долго-долго вариться. И потом к вечеру я разолью. И будет вкуснятина. Ну вот промыла я свои шейки. Ну не мои имеется в виду. Ну шейки, те, которые варились. Сейчас залью свежей водой. Или все, делайте тихий огонь. И пускай они варятся. А здесь у меня мой борщик. Перекипятить уже надо. Сколько дней я его ем. Захотелось уже покушать. Время час. Поэтому пора обедать. Ну что, друзья. Была жасмина, нет жасмины, да? В общем, я оставила вот. Два яруса. И мне кажется, что и эти два яруса, наверное, нужно... Второй ярус нужно распустить. Потому что мне кажется, что он тоже широковат немножко. В общем, крылья уходят вверх. Видите? Вот так вот выглядит. Надо сделать перерасчет немножко. Вот, чтобы прибавки шли так, чтобы кокетка была пошире. Потому что у меня была коротковата. Наоборот, неправильно. Кокетка у меня была широкая. Надо, чтобы была покороче. Но, чтобы она хорошо смотрелась. Что-то у меня сегодня выражение моих мыслей слабоватое. Как и обычно в такой жару. Но сегодня я еще ни разу, еще не закрывала балкон. Потому что вот сегодняшний климат на улице лучше, чем всю эту неделю вообще в целом был. Вот. Так что мне нужно вот распустить до вот этого места. И шаг здесь вот, допустим, у меня через две, потом через три. Здесь, по-моему, тоже через две, а потом через три. А мне нужно будет сделать через три. Чтобы вот клеточек вот этих было поменьше. Тогда будет дорожек поменьше. И все это будет посимпатичнее. Ну, в общем, займусь этим потом. На сегодня все. Бобик сдох. Знаете, полтора часа, наверное, я без остановки перематывала вот этот моточек. Во-первых, почему я смотала весь клубок, ну, в общий клубок. Потому что я хочу еще перемотать на моталке такой моток. Потому что с такого вязать, конечно же, неудобно будет. А на моталке, там таблетка, с нее удобнее будет вязать. И, в общем, чуть попозже сейчас передохну, перемотаю еще на моталке, если хватит сил. И когда начну вязать ее, я не знаю. Ну, то, что буду перевязывать и буду вязать, это 100%. Ой, ну что, дорогие друзья, попробовала я повязать. Ну, в общем, не вязун конкретный у меня не вяжется вообще. Но, как говорится, и тут Остапа понесло. Я ж не могу сидеть без работы, как так. Тем более, что домашние дела я переделала. Надо заниматься чем-то тем, что надо вязать. Или что надо переделать. Смотрите, показывает, какая температура. 28 это было утром, и сейчас 22 градуса. Даже не верится. Ну, самое интересное, что сейчас вроде бы 22, потом 23, потом 24. В общем, какой-то странный прогноз. Смотрите. Температура туда-сюда 23, 24, 23, 22. Вот так вот. Интересно как-то. Ну, а я что дальше буду делать? Буду дальше распускать. Вот, буду распускать. Сейчас я отдалю. Я посидела здесь, расчет сделала Максику. Так. Что-то это не то. Вот. Джемпер 4-5 лет. Сегодня моему внучеку 4,5 года ровно. 18-е число, 4,5 года. Расчет сделала на джемпер Максимке моему. Вот. Ну, пока начинать нет желания. Вот. Как-то я же говорю, какой-то у меня не везун. Так. Что это за пряжа? Мне, вот я показываю. Люди, может быть, не смотрят или не знаю. Это пряжа Ярнарт Лили. Лилилу. Мне кажется, Лили, да? Это 100% мерсеризованный хлопок. Теперь опять надо приблизить. Вот такой номер цвета у него. И в 50 граммах 225 метров, да? Очень хороший хлопок. Это один из моих любимых хлопков. Пряжа у меня в достатке. Такой. У нее, кстати, расход хороший. Ну, как сказать, я пока уберу пакетик. Собственно говоря, мне вот осталось, по идее, вязать вниз. Да? У меня от подреза довольно-таки много уже связано. Здесь я уже рукава там провязала определенное количество этих рядов. Но почему я хочу это все дело распустить до подрезов? Потому что вот совершенно прямое у меня полотно. Так, опять надо отодвинуть. Вот совсем прямое полотно у меня. вот по бокам. А у нас-то фигуры. Дочери моей, она же тоже фигуристая. У нее получается здесь сейчас 104, а здесь 122. И я вот здесь небольшие прибавки делала, вот в этом месте. Ну, совсем небольшие. А надо начинать отсюда и равномерно делать эти прибавки. Поэтому я сейчас вот до этого места, ну, или, может быть, вот так вот распущу. В общем, померяю, до какого места мне распустить. И тоже уже сколько времени лежит, чё ж, такой замечательный узор. Уже на ютубе очень многие сделали мастер-классы по этому узору. Но меня радует то, что я была одна из первых. Этот узор я переработала. Последующие создатели мастер-классов делали по моему переработанному узору. Свои мастер-классы. Многие уже очень много всего повязали такими узорами. Мне тоже фотографии присылали. И жилеты, и кофточки. Много чего связано было таким узором. На моём канале есть мастер-класс по его вязанию. Я выставляла схему, по которой конкретно, ну, которую я переделала. Не ту, которая показана у меня в моём мастер-классе, а ту схему, которую я переделала. Вот. Ну, я ещё раз повторяюсь. Многие по-накатанному делают мастер-классы. Ну, пусть делают, мне не жалко. Знаете, тоже даже переснять какой-то мастер-класс чужой, да, это тоже труд своего рода. Это не то, что там взять, скопировать. Они же тоже сидели, вязали перед камерой, да, рассказывали. Поэтому они выбирают такой лёгкий путь. Это их дело. Вот. Ну, в общем, рассказала вам, чем я буду сейчас ещё заниматься. Потому что чем-то занимать себя надо. Я смотрю сериал корейский, опять начала смотреть, но такой уморительный. Просто нет, называется «Моя детка». Только первую серию начала смотреть, так ухохатываю здесь. Я говорю, мне кажется, соседи скоро скажут, что она там с ума сходит, что ли, хохочет. Это вот, ну, что сделаешь, если уморительный такой сериал. Есть такие моменты, над которыми, ну, просто нельзя не смеяться. Вот. Так что, мне там пишут некоторые, говорят, ой, столько связали, жалко труда. Ну, а толку-то от того, что вот я связала и буду жалеть, и он будет просто лежать. Мне там говорили, свяжите, кому-то подарите. Да, можно довязать, кому-то подарить. Но, друзья мои, я тогда, когда покупала, это было 100 лет в обед, пряжа стоила 130 рублей моток. А сейчас сколько она стоит? Я так думаю, что здесь пряжа, наверное, тысячи на две только уйдёт, а то и больше. Потому что я сейчас уже не помню, сколько уже у меня ушло. Но у меня было две упаковки. Осталось четыре мотка, в упаковке восемь, это шестнадцать. Двенадцать мотков уже ушло. Вот. Арифметика простая. Так что, вот такие вот дела. Моточки по пятьдесят грамм. Буду сейчас распускать. Так что, работа у меня теперь ещё есть. Буду смотреть сериал и заниматься делом. Ну, а на этом, наверное, я сегодня закруглюсь. Потому что больше мне снимать нечего. Я не планирую ничего, кроме того, что выставлю видео покушать. У меня есть приготовлено что. Ой, какой кайф в квартире. Просто, я не знаю, хоть за сколько-то времени свежего воздуха глоток. Вот. Это кто-то мне там... А, Наталья мне вчера писала в комментарии, что, Ирина, посылаю вам прохлады немножко. А, и дождика, наверное, она мне тоже посылала. Так что, спасибо вам огромное, преогромное. Леночка Попо мне сегодня присылала фотографии обалденные. Она там два лукошка грибов насобирала. И прям такие фотографии присылает этих грибов. Прям красивые-прекрасивые. Так вот вы меня радуете. Я сама-то не хожу, но с вами бываю и за грибами, и за ягодами. И Марина Захарёк мне присылает фотографии красивого утра, красивые пейзажи. Там, допустим, облака, красивые цветы. Там они бывают на ярмарках, тоже присылают фотографии, какие у них продают вязаные вещи и так далее. В общем, со всего света мне весточки посылаете. Спасибо вам огромное. И я вот, сидя у себя, как говорится, в кресле, бываю рядом с вами. Очень-очень это приятно. Сегодня ещё я закрывала баклажаны вместе с Валентиной Семёновной. Так что я, как говорится, ещё с Ириной пряжу смотрела, наслаждалась, лицезрела. Вот так вот. Мне некогда скучать, честное слово. Мне это очень-очень радостно. А ещё я сегодня видела такое шикарнейшее платье, друзья мои. Просто вот восторг полнейший. И показывала видео этого платья, ну, ватсапе, Эльвира Костынко. Если вы ещё не подписывались на её канал, то вы пройдите и посмотрите. Она, кстати, пряжу. У неё есть интернет-магазин. Она часто выставляет там обзоры на пряжу. Ну, и вот она связала костюм очень красивым. Платье? Не костюм, а платье. Шикарнейшее. До пола. Ажурным узором. Бирюзового цвета. Такого, как я люблю. Это вот просто фантастическая красота. Я говорю. Вот людям, которые выполняют ручную работу, я желаю вот здоровья ручкам и чтобы вот эта фантазия была неиссякаема. Какую красоту присылаете вы мне. Вот запомнила Алла Новак, по-моему. Если опять же я... Вот, оказывается, Наталья Демидова, а я Марина Демидова. Вот видите, очень много имён и фамилий. И я просто путаюсь с них. Так что я заранее приношу извинения. Я фамилию запомнила Новак. А имя вот не запомнила. Она мне прислала такие замечательные, красивые японки. В эту субботу я уже выставлю фотографии ваших замечательных работ. Потому что, ну, уже набралось достаточно фото. И вы увидите, какая красота просто неописуемая. И вообще, спасибо вам большое, что вы меня радуете вот этими всеми прелестями жизни, да? Я низко вам кланяюсь за это. В общем, дорогие друзья, я желаю вам хорошего настроения, комфортной погоды, лёгких петелек, здоровья вашим ручкам и вообще в целом здоровья, если вы вяжете. И не вяжете тоже. И, конечно же, я с вами прощаюсь ненадолго. До скорых встреч, до скорых видео. С вами была Ирина.